Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы поговорим с вами о трудолюбии, но начну я свой рассказ с одной притчи, которую рассказал Христос своим ученикам. В одном селении господин, уезжая в какую-то далекую страну, призвал к себе слух, и каждому из них дал таланты. Талант 2000 лет назад это была денежная величина того времени, и каждому он дал талант по мере своих сил и способностей и возможностей. Первому он дал три таланта, то есть три денежки, второму дал два таланта, две денежки, и третьему он дал один талант. И, отправляясь в дальний путь, сказал им, вот когда через некоторое время я вернусь, вы должны будете мне эти таланты возвратить, а сейчас я отдаю вам их на сохранение. И уехал. Первый отдал свои таланты, свои деньги торговцам, купцам. И приумножил то достояние, которое дал ему господин, и у него получилось уже не три таланта, а целых шесть. Второй поступил точно так же. Третий поступил совершенно иначе. Он взял свой талант, взял эту денежную монету и зарыл в землю, тем самым спрятав. И, наверное, многие из вас слышали удивительное выражение о том, что есть люди, которые зарывают свой талант в землю. Но когда вернулся этот господин, он позвал к себе всех этих троих слух. Первый отдал ему шесть талантов и получил награду и благодарность от своего господина. Второй отдал четыре таланта и тоже был вознагражден господином своим. Третий же принес тот самый талант, который дал ему господин. И господин стал его ругать. Он ему говорит, посмотри на пример своих собратьев, которые приумножили свое достояние и вернули мне в два раза больше, нежели я дал им. А ты принес то, что я тебе дал. И этот слуга ему ответил, ведь ты строг. И я знал, что если я не верну тебе этот талант, то ты будешь меня ругать и ты меня накажешь. И как же поступает господин? Он говорит своим другим слугам, заберите у него этот талант и отдайте тем двоим, потому что они могут это достояние приумножить. Сейчас талант – это дарование, которое Господь дает каждому из нас. Кто-то пишет замечательную музыку, кто-то сочиняет прекрасные стихи, кто-то имеет возможность писать картины и радовать глаз окружающих. И о таких людях говорят, что они талантливы, потому что Господь им дал талант, у них есть дарование. А что же такое дарование? Наверное, мало кто из нас задумывался, что дарование – это дар, это подарок. Но подарок дает кто-то, но кто же дает все эти таланты человеку? Творец, Господь, наш Создатель. Но из этой притчи мы с вами видим, что Господь, который дает нам таланты, требует, чтобы мы эти таланты вернули Ему. Но для чего Господу картины? Для чего Ему наши стихи? Для чего Ему музыка, которую сочиняют люди? Ведь Господь не нуждается ни в чем, у Него есть все. Но в том-то и дело, что отдавая таланты Богу, мы должны отдавать их своим близким. Мы должны отдавать свои таланты, свои способности, свои дарования окружающим людям. И у каждого человека с самого раннего детства есть вот эта искра Божия – стремление к творчеству и к труду. И не случайно, ведь, наверное, самые талантливые художники, певцы, самые талантливые композиторы – это дети, которые, как только появляется самая малая возможность взять карандаш в руку и чистый лист бумаги, тут же изображают целый мир, который окружает их. Но эту искру Божию ни в коем случае нельзя угошать. Если вы чувствуете в себе, дорогие мои, потребность делать что-то, старайтесь это делать как можно усидчивее и лучше. Но для этого необходимо употребить труд, потому что только труд развивает человека и не дает ему зарыть свой талант в землю. Но что же мешает нам в жизни для того, чтобы развивать свои творческие способности, таланты, дарования – это лень. Когда мама просит помыть посуду, мы тут же говорим, ну что я, разве девчонка, чтобы мыть посуду? Вот пусть моя старшая или младшая сестра моет, а я не буду. И кажется, я такой находчивый, я такой смелый. А на самом деле это лень. Сначала мы отказались что-то делать, то, что попросила мама. Потом мы не стали делать уроки, получили двойки за невыученный урок, а то, может быть, даже и поконтрольный. А потом мы порой удивляемся и говорим, ну как же так? Я старался, я брал в руки учебник, смотрел в него, но ничего не понял. А как можно что-то понять, если многое пропущено? А все это происходит от лени. Вот послушайте стихотворение, которое я вам сейчас прочитаю, и подумайте, какое же есть лекарство от лени. На меня напала лень. Я борюсь с ней каждый день. Лень, ребята, душу губит. И ленивых Бог не любит. Я прогнал ее за дверь. На душе легко теперь. Только чувствую, злодейка, вновь нашла ко мне лазейку. Пусть терпение и труд в порошок ее сотрут. А как же развивать в себе трудолюбие? А это просто, дорогие мои. Когда вы видите, что мама занята чем-то на кухне, нужно просто подойти и помочь ей. Послушайте рассказ о мальчике Лене, который не любил трудиться. Когда мама говорила ему, что нужно пойти в магазин, купить какие-то продукты, он находил кучу отговоров для того, чтобы этого не делать. И когда нужно было сесть за книжки и сделать уроки, он говорил о том, что есть какие-то другие дела, как ему казались более важные. А на самом деле просто хотел отдохнуть и ничего не делать. Но удивительное дело, как только мальчишки из соседнего двора звали его кататься на велосипеде или играть, он тут же говорил сейчас, минуточку, и стремгла внесся для того, чтобы играть со своими сверстниками. И однажды Леня проспал в школу. Когда он проснулся утром, стрелки будильника показывали, что в это время уже начался урок, а он еще лежит в постели. Он выбежал на кухню к маме и увидел, что завтрака нет. Его негодованию не было предела. «Мама, как же так? Ты меня не разбудила!» А мама ему спокойно ответила, «Леня, но ведь каждое утро, когда я будила тебя, ты не хотел просыпаться, мне приходилось еще какие-то усилия прикладывать, чтобы ты встал и отправился в школу. «Мама, ну почему нет завтрака?» «Да мне не хотелось его готовить. Как-то я сегодня устала с самого утра, поэтому тебе придется идти в школу, не позавтракав». День у Лени не заладился. Когда он пришел в школу, конечно же, его ругали за то, что он опоздал на урок. Он получил двойку по контрольной, по математике. А на обратном пути, возвращаясь домой, когда он перелазил через забор, озорной мальчишка порвал штаны, с этой дырой пришел к маме и говорит, «Мама, за шеей мне эту дыру на брюках». Но мама в это время была в кресле и сказала, что она устала, что ей тяжело, что у нее был тяжелый день. «Ну что же мне делать? Неужели я пойду завтра в порванных брюках?» «Да, по всей вероятности, именно так тебе и придется поступить», ответила мама. Леня побежал на улицу играть с ребятами в мяч, но почему-то было ему не до веселья. Да потому что он прекрасно понимал в тот момент, что мама тем самым говорит ему о его поведении, о том, что он не желает быть трудолюбивым, что он ленится. Он осознал свою ошибку. И когда он вернулся домой, он решил помочь маме. И незаметно, пока мама еще не видела, он помыл гору посуды, которая была на кухне. Он убрал на столе. Он тихонечко приготовил домашнее задание. И пришел к маме и сказал, «Мамочка, прости, я теперь во всем буду тебе помогать». Каждого из нас Господь наделил талантом. Так давайте же, дорогие мои, не будем зарывать его землю, а через свое трудолюбие будем его развивать, для того, чтобы окружающие нас люди радовались. Я благодарю вас за внимание. До новых встреч. Храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»